что же у нас что skoda octavia tour двигатель у меня 1.9 и сейчас у меня задача стоит поменять тягу рулевую не наконечник а именно рулевую тягу с левой стороны немного сложнее дальше добираться до гайки ну вот я снял два хомута просто отковырнул и все и хомут снимается и потихонечку вот так вот вытянул гофрированную пыльник для того чтобы добраться до вот этой гайки которую нужно открутить собственно это и все нужно открутить гайку и потом открутить вот здесь в принципе есть делают специальный ключ такой из ключа он бывает разный бывает 32 бывает 33 вот я на обратную сторону распиливал из 32 не влазил вот видите сейчас тут хорошо хорошо влезет а на новый как который я купил там именно 32 поэтому этот был ключ влез но суть в чем что неудобно этим ключом подлазить видите криво стоит ничего страшного вот я вот так поставил ключ и просто потянул откручивать сейчас попробую и он подался но суть в том что я уже сорвал без вас и он подался закручен был не насмерть возможно родная я не могу сказать сейчас наверное вряд ли конечно 150 тысяч и все открутить почему мы это делаем если обратить внимание на саму то вот сейчас я попытаюсь его шевелить и возможно вы увидите рукой когда шевелишь есть небольшой стук вот в этом месте вот именно в этом месте есть стук люфт его нужно менять если стук есть пробуйте рукой вот здесь если он не здесь нету шевеления значит стук в этом месте теперь что нужно нужно замерить для того чтобы не потерять геометрию схождения необходимо замерить четкое расстояние берем вот отсюда меряем да вот сюда или хотите можете померить да вот этой гайки ну или вот до сюда и потом когда на место ставите возвращаете точно миллиметр в миллиметр в миллиметр закручиваете здесь столько чтобы миллиметр в миллиметр совпал все это все что необходимо делать сейчас я замерю и начну откручивать и так у меня вот такой есть большой штанговый циркуль я меряю вот там в упор поставил и второй вот здесь в упор поставил только нужно замерить чтобы потому что в разных местах в разных положениях вот я замерил впритык все теперь я откладываю здесь он закручивается откладываю и когда буду собирать соберу в обратной последовательности и уже теперь и уже теперь мы можем откручивать полностью меряем закрученном состоянии и теперь начнет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так на что я хотел обратить внимание. Смотрите, у меня на старой было под ключ срезано до самого конца, а на новой с обратной стороны только под ключ, а с этой стороны нечем захватить. Что я хочу порекомендовать. Когда вы выбираете, ну вот еле-еле могу в принципе ключом захватить. Если бы не смог, то пришлось бы отрезать здесь, ну делать спецключ. Я уже приготовился, у меня все есть для этого, но поленился, потому что могу достать и могу затянуть. Но будет намного удобнее, если вы выберете не вот такой срез в самом конце, а вот такую цельную гайку. Выбор большой. На самом деле миллион вариантов. Поэтому у меня получилось так, но с левой стороны неудобно. Не так удобно, как с правой. Однако, в общем-то, я затянул. Насколько было затянуто. В принципе, и было не очень сильно затянуто. Ну и я, в принципе, более-менее, как мне кажется, смог затянуть ключом без фанатизма. Потому что потом вам еще откручивать. Ну и все. Теперь на место, мне кажется, когда вы ставите, сначала ту сторону будет удобнее ставить. Теперь я немного сейчас выкручу руль в обратную сторону. Он туда уйдет. И уже теперь ключом затянул сюда по вот столько для начала. Ну а потом уже отрегулирую. На самом деле все не сложно. А наоборот очень даже просто. Самостоятельно вообще нечего делать. Ну что же, после того, как я затянул, я немножко повернул руль вправо. Чтобы здесь нормально состыковать. И теперь ключиком. Здесь есть специально под ключик шестигранник. И сейчас ключиком буду заворачивать до тех пор, пока по метке не совпадет с предыдущим. Состоянием. Здесь ключик, наверное, на 14. Сейчас найду ключик и буду закручивать. Решил я не подбирать ключик. Взял разводной. И потихонечку сейчас буду вкручивать. Конечно, идет плотно. Сейчас в шаровом круге там зазоры минимальные, плотные. Поэтому... Ну и... Теперь... Все уже начало закручиваться. И теперь закручиваю до тех пор, пока... Я проверил у меня в полном порядке пыльник. Никаких дырок. Просто надул одну сторону. Закрыл пальцем. Другую надул губами. Ничего не продувается. Трещин нет. Значит, все в порядке. Вот так вот. Сейчас будем... А после того как... Тут единственная проблема. Теперь поставить или старые, или новые. Хомуты. С новыми проблем нет. Обыкновенные. С винтиками. Я попробую, смогу ли я поставить этот вместо старый. Ну а туда... В конец, наверное, придется новый обыкновенный. С магазина. Просто они бывают... Строймагазины. Бывают из оцинковки. Бывают нержавеющие. Бывают нержавеющие. Купите нержавеющие. И, в принципе, вопросов не вас нет. Ну, собственно, вот так. И теперь, что мне необходимо сделать, это взять свою мерку. Проверить по мерке. Еще сантиметр. Как я сравнил со старым и гайку сразу поставил. По старой тяге. Но это на глаз. Чтобы точно нужно все-таки сделать это по мерке. А мерку так сделайте, чтобы, например, можно замерить рулеткой. Но это сделать обязательно. Потому что иначе развал у вас вообще развалится. Ну вот. Ровно. Точно. Сейчас немножко мне вот эта пластина мешает. Я немного поверну руль. В таком состоянии она мне не мешала. И сейчас вот так вот. Получается, она чуть-чуть даже не дотрагивается. Вот в таком состоянии мы и оставим. Затягиваем. Ставим хомуты. И все. На этом ремонт закончен. Повторяйте. Всего доброго. Увидимся на канале. Всем пока нанес plead. Увидимся на сегодня. Продолжение следует...